Всем привет, друзья! С вами Снежама и OpenMalta. И в этом видео мы сегодня разберем бюджет поездки на Мальту на изучение английского на курс 8 недель. Разберем все-все ваши затраты с перелетом, с проживанием, питанием и так далее. Поехали! 8 недель это очень популярный срок обучения на Мальте, потому что в рамках этого периода вы можете практически закрыть один из уровней по Оксфордской или Кембриджской системе. Ну, допустим, при Intermediate или Elementary. Будет зависеть, конечно, от ваших усилий, но в целом 8 недель вы можете получить такой результат. Первая цифра в нашем расчете будет, конечно же, стоимость курсов обучения. Берем для расчета курс General English 20 часов в неделю, занятия по будням, каждый день с понедельника по пятницу с 9 утра до 12.30 дня. Мы разберем стоимости на примере пяти школ. European School of English, EC, ILS, Ace English Malta и Sprach Cafe. Как всегда в цикле этих роликов с расчетами полного бюджета поездки на Мальту, я буду разделять стоимость курсов на два варианта. Первый, когда вы просто бронируете курсы обучения и живете не при школе отдельно. И второй, это вариант, когда вы бронируете все при школе и обучение, и проживание. И при школах обычно есть очень выгодные пакеты, и именно о них я расскажу в этом видео. Пакеты от школ включают в себя проживание, обучение 20 часов в неделю, трансфер, учебник и все регистрационные сборы. Итак, если мы говорим просто о ценах на курсы обучения, начнем со школы Ace English Malta. Она одна из самых веселых, популярных на острове и, скажем так, молодежных. Людям, кому надо разговориться, туда прямо прямая дорога. В этой школе будет стоимость 130 евро в неделю за курс обучения Journal English 20. На данный момент записи видео у них есть скидка, и такой курс обойдется вам в 100 евро в неделю. Следующий вариант школы это Шпрах Кафе, это одна из премиум школ, я говорю о ней часто, потому что там замечательный национальный состав, там очень хорошие учителя, бассейн на территории сады и так далее. У меня целый есть обзор этой школы. Так вот, там стоимость недели будет 144 евро. И, наконец, школа Ace Malta. У них достаточно высокий прайс, но в данный момент, на момент записи видео, у них есть скидка 25%, и неделя курса General English 20 обойдется вам там 165 евро. Итак, получается, три школы Ace English Malta, Шпрах Кафе и ЕСИ. Ценники. Ace English Malta на 8 недель в данный момент по акции выйдет 800 евро, без акции в 1040. Шпрах Кафе выходит 1152 евро, у них акция на весь год этот действует. И ЕСИ школа у них выходит 1320 за 8 недель обучения на курсе General English 20. Важно отметить, что многие школы применяют еще доплату за высокий сезон, но школа Шпрах Кафе этого не делает, у них цена сохраняется круглый год. Плюс цена, которую я сейчас вам озвучила на 8 недель, 144 евро в неделю, она точно такая же и для экзаменационных курсов. Поэтому тем, кому надо готовиться к экзаменам IELTS или Cambridge, допустим, будет очень выгодно пойти именно в Шпрах Кафе, потому что вы заплатите точно такую же цену, как за курс General English 20. При этом в других школах экзаменационные курсы стартуют где-то от 220-250 евро в неделю. Теперь давайте перейдем к пакетным предложениям от школ. Здесь рассмотрим пакеты от школы IELTS, Шпрах Кафе и European School of English. Самый недорогой пакет от школы IELTS выйдет 2233 евро. Это будет проживание при школе, резиденции в комнате на 3-4 студентов. Если вы захотите жить в комнате на 2 студентов, будет цена 2485 за пакет 8 недель. И если вы хотите жить в комнате на 1, стоимость будет 3342 евро. За все включено обучение, проживание, трансфер по Мальте, учебник и все регистрационные сборы. На момент записи этого видео в школе IELTS Мальта есть скидка 10% на любой пакет. И она будет действовать еще до конца марта 2021 года. Пакет на обучение с проживанием и все-все-все остальное в школе Шпрах Кафе будет стоить 2330 евро с человека на проживание в комнате на 2 студентов и 3210 евро на проживание в комнате на 1. Мы сейчас говорим про цены на низкий сезон с октября по апрель. И, наконец, пакеты от школы European School of English. Она 5 лет подряд признана лучшей на Мальте. Я ее очень люблю, часто о ней рассказываю. Так вот, у них стоит неделя 260 евро. Все включено на 8 недель. 2080 евро вам выйдет 8 недель обучения в этой школе и проживание в комнате на двоих в их эконом-резиденции. Теперь, когда мы, наконец, разобрались со стоимостями курсов обучения в различных школах, перейдем к остальным затратам. Рассмотрим теперь проживание, если вы будете бронировать просто курс обучения и проживать где-то отдельно от школы. Самое недорогое, что мы можем найти нашим студентам, это проживание в комнате на двоих-троих человек, где-то в шаговой доступности от школы, от владельцев жилья напрямую. Такое стоит проживание 250 евро в месяц. Коммунальные услуги здесь включены. Летом цена такого проживания может подниматься до 350 евро в месяц, поэтому лучше, если вы приедете в низкий сезон с октября по апрель. Следующая цифра в нашем расчете получается на проживание закладываем 250 на два месяца, 500 евро. Если вы хотите проживать в комнате на одного студента, то закладывайте где-то примерно 450 евро в месяц, итого 900. Коммунальные услуги в некоторых видах проживания включены в стоимость, в некоторых нет. Ну, допустим, заложим себе на всякий случай 35 евро в месяц, а в целом за два месяца выйдет 70 евро. По опыту уже наших многочисленных студентов, которые приезжали учиться на Мальте, они тратили на свое питание от 250 до 350 евро в месяц. Записываем себе следующую цифру. Ну, допустим, 250 умножаем на 2, 500 евро за ваше питание в течение 8 недель обучения и проживания на Мальте. Экскурсии и сувениры. Конечно же, друзья мои, вы будете ездить. Мальта очень интересная, красивая. Но, давайте так, если мы заложим примерно от 50 до 100 евро в месяц, вы должны вписаться в этот бюджет. Ну, допустим, гуляем на всю катушку, вы объездите тут все, где-то примерно за 200 евро. Авиабилеты очень интересный вопрос. Мы не знаем, откуда именно вы будете добираться. Но, если мы заложим примерно 200 евро на ваши билеты туда и обратно, то, как я уже говорила в некоторых других видео в этом цикле, мы будем очень близки к правде. 200 евро – ваша следующая цифра на авиабилеты. Я буду очень рада, если вы найдете билеты дешевле. На интернет и автобус в среднем наши студенты тратят примерно 50 евро в месяц. Может, конечно, вы будете тратить больше, может, меньше, кто знает. Но, давайте запишем себе эту среднюю сумму. 100 евро на 2 месяца обучения и проживания на Мальте. На интернет – мобильный, который вы поставите себе, симочку в телефон для WhatsApp и Google Maps. И для карточки на автобус, чтобы ездить по Мальте. Вы сэкономите себе значительную сумму на интернете, потому что у нас здесь практически нет безлимитных тарифов. Если вы будете использовать свой мобильный интернет только для двух вещей – WhatsApp и Google Maps, чтобы не потеряться. А для всех остальных задач, каких-то тяжелых, допустим, звонков через интернет или просмотра фильмов, используйте Wi-Fi. Wi-Fi найти совершенно не проблема. Он везде есть, даже в каких-то публичных местах на Мальте, в автобусах, в месте вашего проживания и, конечно же, в школах. Итак, подводя итоги, надеюсь, этого полезного видео, давайте считать, что у нас получается. Поехали! Первый вариант мы берем, когда вы бронируете просто курсы обучения, допустим, в школе Ace English Malta по цене 130 евро в неделю. Это цена стандартная из-за их прайса. Если вы попадете в какую-нибудь акцию, то цена там будет ниже. Итак, стоимость 1040 на 8 недель – это будет за курсы обучения. Далее, на жилье мы берем, допустим, проживание в комнате на двоих напрямую от владельцев, не от школы. Сюда закладываем сумму 500 евро. Коммунальные услуги в этом варианте проживания включены. Еда примерно на 500 евро у вас идет на два месяца. Экскурсии, поездки, сувениры – примерно 200 евро вы должны уложиться. Авиабилеты – примерно 200 евро тоже вы должны уложиться. И, наконец, интернет и автобус – 100 евро. Получаем общую стоимость всех-всех-всех затрат на поездку на Мальту на два месяца – 2540 евро. Такой же точно минимальный пакет, но с обучением в премиум школе «Шпрах-кафе» обойдется вам на 112 евро больше – 2652 евро. Если вы захотите учиться более интенсивно и добавить себе занятия, то есть учиться на курсе General English 30 часов в неделю с занятиями с понедельника по пятницу с 9 до 2.30 дня, то добавляйте к школе Ace English Malta 50 евро в неделю и к школе «Шпрах-кафе» 67 евро в неделю. Теперь, если мы возьмем пакетное предложение, допустим, от European School of English с их ценой 2080 евро за обучение и проживание, учебник, трансфер и так далее и тому подобное, и добавим все остальные расходы, у нас получится сумма 3080 евро. Наше видео получилось, что приобретая пакет с проживанием и обучением при школе, у нас выходит примерно на 200 евро в месяц больше стоимость. Но помните, что проживая при школе, вы будете постоянно общаться со студентами, готовить с ними совместно еду, проводить очень много времени и действительно окунетесь в английский язык в полном смысле слова. На этом все, с вами была Снежана OpenMalta. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Если у вас какие-то есть вопросы, хотите пообщаться со мной в WhatsApp, Skype или Zoom, пожалуйста, вот мой номер. Пишите, обо всем договоримся. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!